Привет! Не знаю, слышно будет, не будет. Хочу записать небольшое, коротенькое видео. Можно его назвать, что бы ни случилось, во что бы то ни стало. Рано или поздно, так или иначе, как хотите. Смысл видео в том, что... На какой бы ступени вы жизни не находились, знаете, что бывает. Люди многие смотрят на какие-нибудь лекции йогов, или на описание спортсменов. И они рассказывают, как можно накачать пресс. При этом они уже имеют красивые тела, они здоровы. Йоги здоровы, голодают, делают всякие наули. А у вас у самого вот такое наули толстое, что вы не можете даже пронаулить что-то. В тяге, в сену даже живот не можете. У вас подвздошная мышца настолько растянулась, что вам вообще все сложно сделать. И вы смотрите эти лекции, и смотрите, что тот пошел туда-то, этот сделал то-то, у того началась новая жизнь. А вы сидите, и у вас ничего не происходит. Просто осознайте, что ваша жизнь готова перемениться в любой момент. Главное это решить. И на все остальное у вас есть обходные маневры, которые я для вас придумал в свое время, для образования привычек. В этом плейлистах вы привычки можете. Для вас есть чистка кишечника, для вас есть принцип замещения сырыми продуктами, как без напряжения изменить свой рацион. У вас есть целый мир, который вы сейчас можете поменять и выбрать. И хотите вы этого, не хотите, он изменится, стоит вам сделать выбор. Его на самом деле сделать очень просто. Вы можете его прямо сейчас сделать, сию же минуту. И вот вчера мне написал парень, он залез в большие долги в MLM бизнесе и говорит, что мне делать. Я, говорит, сайтами сейчас занимаюсь. Я говорю, иди устройся дворником. И он не понял этого моего намека. А на самом деле все, что я хотел сказать, это то, что нужно делать что-то руками, и тогда ты осознаешь, то есть нужно что-то вообще делать. Понятно, что он занимается сайтами, но сайты можно делать там ну 2 часа, ну 3 часа. В остальное это время нужно заниматься чем-то. И не обязательно это должно быть зарабатывание денег. Любое ваше действие в направлении исправления вашего жизненного положения, оно приведет рано или поздно к тому результату, который вы захотите. Если вы только захотите этот результат, вы понимаете, в чем дело? И даже не то, что захотите, а сделайте выбор. Понимаете, выбор прост. Вы стоите на перепутье, вы каждый день стоите на перепутье. И сделайте то или другое. От вас в мир тянутся миллиарды ниточек, по которой из них пойдете вы выбирать вам. Но не обязательно вы сейчас станете знаменитым спортсменом, прям вот в сию секунду, стройным и худым юношей. Но именно этот шаг сейчас вы можете сделать по направлению, выбор нити, вы можете сделать по направлению к своей мечте. И вам всего лишь останется там совершить каких-то 999 шажочков. И вы придете к тому, что вы хотите получить. И вы поймете, вот осознайте просто, что в каждом, в каждом моменте, в каждом миге, вы можете, в каждом межочечке таком маленьком, вы можете выбрать и сказать, вот, я сегодня делаю это. И даже если вы завтра сорветесь, даже если вы завтра, там, если вы собрались сыроедить, вы наедитесь мясо, или там, вы, не знаю, напьетесь, хотя решили твердо бросить пить, знайте, что уже один маленький шажок по той ниточке вы сделали. И вы каждый раз, просто будете делать каждый раз шажочек, 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 даже несмотря на то, что у вас уже что-то будет изменяться другое. Понимаете, в этом и есть выбор. Вы каждый день выбираете маленький выбор. Грустить вам или радоваться. Смеяться или плакать. Прогуляться по улице или уставиться в телик и посмотреть, какие там все плохие и какая война я на Донбассе, или там какое правительство плохое. Можете выйти, устроиться дворником, облагородить свой дворик, поставить детские какие-то, да, снаряды, заборчики плетеные сделать. Благо ивы, деревья, кругом куча. Вы можете сделать все, что угодно, вы понимаете. И со временем, даже если, вот представьте такую ситуацию, давайте разовьем дальше. Вы стали дворником, хотя у вас нет работы, и получаете жалкие пять тысяч в месяц, да. Но при этом вы сделали свой двор таким классным, таким классным, с помощью пластиковых бутылок, как вот я в Беларуси видел, крашеных камней. Они все сами делают, такие молодцы вообще в Беларуси, ребятки. И вот они так облагораживают вот там местность, так что любо-дорого. И вы сделали такой двор, и представьте, все жители такие подходят к вам и говорят вам спасибо. А среди них есть и бизнесмены, и там разного рода профессии. И какой-нибудь из них когда-нибудь обязательно с вами заговорит и скажет, а что ты тут дворником-то делаешь? Да ты говоришь, вот вложил деньги в MLM бизнес. Не знаю, что делать, вот творю. Слушай, так нам же такие рукасты нужны, мы вот на фирме там вот это, вот это, вот это. Понимаете, вы даже не знаете, с чего завтра может измениться ваша жизнь. Но каждый божий день, каждую божью минуточку вы делаете выбор. Быть на солнце или спрятаться в тенечек. Быть солнцем или быть ночью. Быть радостью или быть злом. Вы сами выбираете каждый день. Это каждый, каждый день. Каждую, каждую минуту. Каждую, каждую секунду вы это выбираете. Да? Согласны со мной? Поэтому, ребятушки, все зависит от вас. И в какой бы вы ситуации сейчас не находились, были бы вы больны, или толсты, или бедны, или богаты, но несчастны, или брошены кем-то. Вы понимаете, что на свете, вот, допустим, даже вы брошены кем-то, да? Ну, грубо говоря, вас бросили, бедняжечку, которую пожалеть надо. Так вы поверьте, что вы не одни такие. Потому что на планете есть еще много детишечек, мальчишечек, девчоночек, которые брошены и тоже требуют ласки. Вы найдите и подарите им свою ласку. Они подарят вам свою. Вы понимаете, они же тоже сейчас обездоленные. А вы можете сделать выбор и никуда не двигаться, и сидеть дома, и жаловаться на мир, и на всех подряд. Как вы думаете, какой выбор сделаете вы сегодня? Проверьте. Пока. С вами был Прот. Инопланетные истории.